Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор и прогноз криптовалютного рынка на 19 марта. Как обычно, сегодня начнем с краткого обзора по рынку в целом и после этого перейдем к конкретным монетам. Начнем с биткоина. Также я взял сегодня Cardano Link. Давно не было линка, а по ада случилась коррекция приятная, которая дает возможность зайти по неплохим ценам. Также я немного покопался опять в не самых топовых монетах, назовем это так, и нашел несколько интересных торговых и инвестиционных ситуаций, поэтому обязательно на них тоже обратите внимание. Вот, что у нас по BTC. Здесь откат, после этого рост. Сейчас начинается на краткосроке выбривание и покупателей, и продавцов, но для наших позиций это абсолютно безопасно, потому что они уже в плюсе. Поэтому какая разница, что там происходит у тех, кто решает брать по плохим ценам и сейчас сам из-за этого мучается. Так, поэтому давайте переходить сразу к рынку в целом. Начнем с биткоина. Здесь все сложилось хорошо. Честно говоря, я даже не ожидал, что цена уже после выхода до 60 тысяч все-таки вернется к зоне выбривания покупателей, которые здесь сформировались и даст нам еще одну отличную точку входа. Давайте, наверное, начнем именно с этого разбор. Вчера я вам говорил о том, что хорошая зона первой коррекции будет 56 тысяч 4-56 тысяч 300. После этого я эту зону также немного подкорректировал и отписал в телеграм-канале как 56 тысяч 500. Ну и вот это вот нижняя зона при более глубокой коррекции. Здесь у нас нижняя цена была 56 270, если я не ошибаюсь. Сейчас я чуть подправлю. 56, извиняюсь, 56 270. В общем-то сработали и вчерашние цены, сработали и цены из видеообзора и из телеграма, поэтому разницы принципиальной здесь нет. После этого у нас цена выросла, сбрили ровно вот этот вот открытый интерес лонг-позиции, который здесь начал появляться и который я предполагал ниже вот этого вот уровня 56 900. Сейчас такая позиция висит в некотором плюсе, но я думаю, что около полутора-двух тысяч долларов, в зависимости от того, каким образом по вот этому выбриванию вы такую позу набирали. Здесь, честно говоря, началось мясо. Я думаю, что сейчас будут закидывать всех, в том числе на совсем небольшом краткосроке, поэтому я просто скажу, как эту позицию сопроводить. Сейчас уже, прямо сейчас, можно выносить ее на небольшой плюс, выставить стоп-лост примерно на 56 800, 56 900. В этом случае даже если сейчас начнется замес, то вынесет этот стоп, у вас будет уже такой небольшой, но приятный плюс. Ну, не очень приятный, просто будет небольшой, поэтому там уже нужно будет смотреть, возможно, какой-то перезаход, потому что повторный возврат к этим отметкам, это, скорее всего, движение на 55 200. Поэтому вот в этом вот диапазоне я бы какие-то новые ордера размещал и рассчитывал, собственно, на такой же подобный рост. Ну и совсем глубокий уровень коррекции, это те же самые ордера, которые у меня давно висят, я их до сих пор не убрал. Здесь зона чуть пониже, у меня зеленая, и ордер где-то около, там, 52 500. Я еще, вот я вот отсюда с графика убрал и уже забыл о точной его котировке. Вот, это значит, что касается таких дальнейших перспектив и раскладов по входу в позицию. По поводу моей сделки по 56 000 долларов, здесь первую часть мне удалось уже покрыть, это 59 500. Я напоминаю, остатки у меня 60 500, 61 800 и в расчете на перехай около 63. Здесь я по этому плану ничего не меняю, единственное, что я буду делать, это добор в случае падения уже до моей цены. Вот такие вот цены, это больше именно набор на такой краткосрок, взять там тысячи две-три долларов и благополучно выйти. А именно такой крупный набор, ну у меня был по 56 плюс добавление вот здесь, по вот этой вот красной зоне, что мне кажется вполне неплохим. Также, если формировать какой-то именно прогноз, то на мой взгляд здесь еще могут достать все-таки покупателей. Формируется очень большой открытый интерес, очень любят люди круглые уровни и на 60 начинают заходить. Мы видим, что на таких резких движениях тоже очень активно заходят и в итоге их вот так вот выбривают. Сейчас в виде восстановления тоже многие начинают заходить, поэтому выбривание, как я уже сказал, возможно более глубокое, вплоть до отметок там 55 тысяч даже на краткосроке. Вот, ну и после как бы такого выбривания, скорее всего оно произойдет, если цене удастся снова опуститься там ниже 57 или ниже 50, точнее 57 800 или 57 ровно. Вот, если же удастся как бы удержаться выше вот этого вот предыдущего продавца, нынешнего покупателя, то это проход как бы сразу наверх. Но вот каждый новый хай дается очень тяжело, поэтому я думаю, что отскок от 60 500, 60 800 тоже какой-то повторный будет. То есть тут вообще на большого любителя нахождение в краткосрочных сделках вот в рамках такой ситуации. Ну и как мы с вами уже видим, в трейдинге все это вокруг цены. То есть если вы заходите по хорошим ценам, если вы их дожидаетесь, то вы в итоге в хорошей ситуации, в которой вам даже нечего особо переживать. Если вы хватаете на росте, если вы там начинаете продавать на падении, то в итоге это все выливается в сложные ситуации, из которых вообще практически невозможно выйти. То есть представьте, что вы решили хватануть где-то вот на этом росте, видя вот этот вот резкий рост сейчас, я бы вам вообще не сказал, что делать. Я тоже не знаю, что вам в этой ситуации делать. У вас непонятная цена входа, вроде как и закрываться сейчас неприятно, потому что возможен рост. Вроде как и нужно закрыться, потому что возможно падение и в итоге ничего не ясно. А если вы изначально занимаете позицию, которая вам много транслирует, то есть вы или берете по хорошим ценам, или не берете вообще, то у вас ситуация намного более приятная. Поэтому давайте перейдем к кардану, который еще раз подтверждает это правило. Вчера я вам говорил о том, что врать по рыночным ценам плохая затея, а вот уровни 1.32, 1.20 и 1.08, они для этого в принципе подходят. В итоге мы видим отбой от 1.20 и сейчас уже ситуация в принципе неплохая. Мы видим, что идет закрепление выше вот этого вот покупателя, выше вот этой вот зеленой зоны. И в принципе, если вы такую позицию набирали, то ее можно в дальнейшем сопровождать до 1.45. Я бы по 1.45 крыл примерно 50% позиции, потому что здесь проблема заключается именно в том, что второй раз мы видим, что продавец, он прям с этих цен очень активно сбрасывает. И такое наблюдалось и по 1.17, в принципе, вроде как с дальнейшим восстановлением. Но здесь все может произойти по-другому, поэтому по 1.45 я бы такую половину позиции скинул и оставил. Также я, ну то есть, если вы брали вот здесь, вот здесь, вот здесь, ну вот здесь вы еще не успели взять, по третьим позиции, естественно, что часть нужно брать на добор по 1.10 в случае более глубокой коррекции, потому что никогда мы не можем знать, закончилось это снижение или не закончилось. Поэтому здесь часть всегда нужно оставлять. Ну и вот такой формат сопровождения по кардану больше добавить нечего. Какие-то новые сделки мне здесь не нравятся, только опять же при возврате к 1.19 и к 1.10. Если вы, ну, не брали там, плохие новости. Давайте перейдем к линку. Здесь ситуация мне нравится. Я думаю, что она нравится и вам, когда вы смотрите вот на две составляющие вот этого графика, а именно формация, которая была здесь и формация, которая была здесь. То есть, это формация такого своеобразного поджатия уровня. Мы видим, что есть, ну, точнее, вот здесь был продавец по 25.80, здесь продавец по диапазону около 31.50. И здесь мы видим, что сила отбоев вот этого продавца, она потихоньку ослабевает. Последний отбой был вообще только диапазон 29 долларов. И, собственно, этого продавца вполне могут прошивать. Поэтому тут, ну, на самом деле, варианта работы 2. Или мы вокруг цены пляшем, вокруг 29 долларов, пытаясь взять по вот этой цене и ставим стоп ниже трендовой линии, чтобы в случае его срабатывания нам не прокатиться на вот этом вот аттракционе снижение. Либо второй вариант. Мы все-таки ожидаем пробойные. Пробойные идеи, пробоя там 32 долларов, 33 для полного закрепления. И берем вот эту вот высоту фигуры. Высота фигуры в данном случае, ну, давайте от первого до второго отбоя, я думаю, что можно отложить, около 10 долларов. То есть до 42 мы здесь висим. В прошлый раз цена ровно отработала практически высоту фигуры, после этого ушла на коррекцию. В данном случае я как бы особых препятствий для повторения этого сценария не вижу. Однако всегда необходимо помнить о возникающих рисках и их максимально правильно контролировать вот таким вот стоп-лоссом, который можно выстоять или за трендовую линию, или за вот этот вот уровень, который сейчас цена нащупала. Это в случае пробоя за вот этот уровень. В случае, если вы берете рынок или отбой, то за трендовой линией. Так, идем дальше. Следующая монета это Cake. То самое, где-то внизу, так скажем. Не скажу, что график здесь очень сильно приятный, однако он находится прямо возле уровня предыдущего восстановления. Мы видим, что цена отбивалась от него ранее здесь, чуть позже здесь, и там следующий отбой он начинает формироваться вот сейчас. Поэтому тут всегда практически при таких условиях, еще и при пробое вот такой вот нисходящей трендовой линии, можно попробовать вписаться. Явно не большой позиции, но небольшим капиталом по зеленой зоне, в которой мы сейчас находимся. Это зона вокруг 9,5 долларов, плюс-минус где-то доллар. Я думаю, что можно взять и вот с целями там 10, 60, 12, 13, и дальше потерпеть, если вот эта вот зона накопления, которая здесь формируется, я думаю, что зону накопления можно выделить вот примерно таким образом, и оставить чуть-чуть на реализацию вот этой вот зоны накопления, а там потенциал где-то 20 долларов и 20, ну диапазон 20-24. Это не пик мечтаний с точки зрения интереса того, как выглядит монета и так далее. Однако за счет хороших цен, опять же, здесь можно придумать вот такой вот трейд. Монета не в топах, по-моему, место 70-е у нее сейчас, однако показывает неплохой технический сетап. Идем дальше. Здесь я вам две монеты нашел. С одной мне помогли. Сейчас вот я веду как раз курс для тех, кого набирал в марте, и мне там помогли, показали монету RVN интересную, которая формирует интересный торговый сетап. И также я сегодня покопался в поисках подпохожих сетапов и обнаружил монету там Pundix или Pandix. Не знаю, в общем, какая-то тоже не шибкая крутая монета. Однако вот по этой монете, если вы посмотрите, по ней сейчас очень большие объемы. И для монеты, которая занимает 71-е место, объемы торгов там вообще, то есть, очень-очень высокие. И, в принципе, ну, ситуация, которую мы здесь видим, она предельно интересная, назовем это так. Давайте посмотрим, наверное, на примере сначала RVN. Обратите внимание, что здесь творит покупатель. Это просто какой-то нескрываемый покупатель, который вообще не боится того, что он идентифицирован, того, что он толкает цену, того, что он закупается. Он просто проводит там с цены 50-15 центов. Он просто ставит ордер на 15 центов и спокойно здесь лимитником скупает. Пару раз отпускает цену, чтобы выкупить стоп-лоссы, чтобы вместе с ним ему не мешали здесь позицию набирать. Проталкивает цену. Далее следующий набор 17,5. Пару раз отпускает цену, чтобы ему не мешали набирать. Пробивает вот этот вот уровень. То есть он удерживает ниже 20-ки. Далее мы видим формирование нового диапазона. 21 цент. Набирает здесь. Вчера скинул. Скинул свой ордер, чтобы вместе с биткоином цена опустилась. И чтобы ему не мешали набирать. И впоследствии снова выше диапазона цену запустил. Скажу так. Ну если не это сильный покупатель, то кто? Поэтому тут мне нравятся в принципе покупки и околорыночных цен. И покупки с добавлением по 21 цент с небольшим стоп-лоссом. Опять же если его сбивают, то лучше пусть его сбивают. Если возврат происходит, мы снова набираем. Чем мы думаем, не буду ставить стоп-лосс, вдруг его собьют и останусь в сделке. Нет, в таком случае так действовать не стоит. Лучше его собьют, мы снова зайдем. Потому что если мы будем здесь игнорировать стоп, представьте, цена просто падает в 2 раза на диапазон первого набора или на 15 центов. У нас просадка 40%, хотя мог быть 1% 3 раза. То есть одно дело 40% или 3 раза нам сносит 1%. Разница, я думаю, очевидна. Вот, и судя по тому, как цену ведут, я думаю, что это выше 30 центов уже в таком обозримом будущем, а впоследствии более высокие котировки. Обратите внимание, не буду, так скажем, сильно ее рекомендовать, но присмотреться явно стоит. И вот здесь ситуация очень-очень похожая. Это Pundi X или Pundi X, не знаю. В общем, суть в том, что здесь также точно действует покупатель. Он берет по уровню, иногда отпускает цену, чтобы как раз-таки сбить и добрать ликвидность на стопах. Потом идет к следующему уровню аналогичная ситуация, к следующему уровню аналогичная ситуация, к следующему уровню со сбитием аналогичная ситуация. И вот сейчас, последний раз, тоже добор и выход наверх. Здесь опции я вижу две. Первая опция это свой страх и риск взять рынок, плюс впоследствии добавляться при снижении до уровня предыдущего набора и закрываться, если мы падаем ниже текущего набора. То есть вот такие вот добавления. Или второе это ждать формирования новой вершины и формирования какого-то нового уровня. Судя по тому, как это все происходит, я думаю, что цена может добраться центов, точнее не центов даже, а до 0,6 цента, впоследствии упасть примерно до 0,45 и вот здесь вот формировать такой вот новый набор. То есть график выглядит очень красиво. И сейчас еще капитализация не настолько большая, чтобы быть обеспокоенным тем, что цена уже слишком высоко. Вот как-то так. Поэтому тоже обратите внимание, мне график нравится. Ну и следующая монета, монета, в которую я вписался. Вписывался я в нее инвестиционном плане уже до этого. И до этого много раз вам ее говорил, даже по-моему включал в топ-3 монет, которые я бы на рынке альткоинов взял. И сейчас ситуация с точки зрения технической картины тоже рисуется благоприятная. Смотрите, первое, что бросается в глаза, восходящий вот такой вот тренд. То есть мы видим, что восстановление от 6 долларов 26 центов на данный момент времени, оно принципиально другое, нежели это было в феврале. Такой вот быстрый рост, в котором почти невозможно какую-то позу набрать. И если, например, крупный капитал здесь рассчитывал иметь большую позицию, то он бы ее никогда при таком движении не набрал. Тогда как здесь мы видим такой органический рост с плавным выбриванием. Ну как, не бывает плавных выбриваний стоп-ордеров. Но с выбриванием стоп-ордеров и такое продвижение хорошее. Впоследствии мы вообще видим то, что цена уперлась в 11.50 и здесь явно цену удерживают и при этом поджимают. То есть то же самое, что мы видели на линке. Поэтому здесь уже был такой вот ложный выход за этот треугольник, за эту трендовую линию и вроде как восстановление. Естественно, что многое сейчас в краткосроке на эту монету будет влиять и оказывать влияние именно со стороны биткоина. Потому что его как бы волатильность, ну особенно сейчас, это что-то мало поддающееся каким-то прогнозам. Поэтому здесь могут как выбить этот треугольник очень сильно вниз, там дойти до трендовой линии, могут даже ниже принципиально выбить и так далее. Однако с точки зрения того, как здесь действует покупатель, с точки зрения того, как он продавливает цену и как он уперся сейчас в 11.50, мне кажется, исключительно мое мнение, что 11.50 это не цена слива, это цена удержания. То есть вполне может быть, ну то есть есть некоторая вероятность, что например цена 11.50 это просто цену, по которой сливают эту монету, как-то очень странно сливают лимитными ордерами, плюс иногда запускают цену выше и впоследствии она провалится. Но мне кажется, что это именно цена сдерживания монеты, под которую выкупают. Поэтому небольшая доля капитала мне нравится как определение опять же в эту монету. Ну и кучу раз в общем ее рассматривали, до этого я уже с нее брал там свою долю, когда он достиг моей первой цели. Но впоследствии мы видели снижение, однако рост, который сейчас возникает, он обещает чуть больше, чем в прошлом. Конец истории у меня на этом. Я напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, всего хорошего и я нажал не то. Пока.